Всем привет, меня зовут Саша и в сегодняшнем видео мы с вами будем обсуждать мои пустые баночки. Их накопилось достаточно много, но перед тем, как мы начнем, не забудь подписаться на мой канал, а также прокомментировать это видео. Плюс у меня есть телеграм, где я также делюсь полезным ей эти контенты. Ну что, давайте скорее начинать. У меня здесь много всего накопилось. Полный пакет. Это вообще удивительно для меня. Обычно я почаще снимаю пустые баночки, чтобы слишком много всего не накапливалось, но тут как-то так получилось. Давайте по порядку доставать. И первое, что я достала, потрясная бюджетная маска, просто невероятно бюджетная, стоит там рублей на 150, наверное, от бренда Комплимент. Green Mask Relax Crio, расслабляющая крио маска для лица. Маска зеленая, это маска с зеленой глиной, она отлично подсушивает какие-то воспаления, здорово очищает, и здесь не сильно большой расход. Поэтому если ищите классную очищающую глиняную маску, еще и супер бюджетную, то выбирайте комплимент. Ее можно найти в Магнит Косметики, либо на Маркетплейсах. Также из ухода у меня закончилась эссенция от бренда I'm From, называется Mugwort Essence, если правильно, опять же, я прочитала, или Mugwort Essence. Здесь именно экстракт полыни отлично подходит именно для проблемной кожи, какая у меня, собственно, и есть. Здорово, опять же, выравнивает тон кожи, рельеф кожи. В общем, классная эссенция, теперь я хочу полноразмерку, потому что у меня именно travel-версия, здесь всего лишь 30 мл, мне ее хватило постоянного использования на сколько? Наверное, на недельки 3 или 2 примерно, вот в таком вот диапазоне, поэтому я теперь хочу полноразмерную версию. Закончился вот такой обалденный, потрясающий мой фаворит, это бронзер от бренда Odry. Именно оттенок 21 мне нравился больше всего, здесь была именно больше сияющая, ну не то что сияющая, светоотражающая формула, я его использовала вот прям под ноль. Он настолько красивый эффект загара создавал на лице, не пикнил, был крайне стойкий, поэтому если ищете классный бронзер, выбирайте Odry 21 оттенок. У меня в целом есть полный обзор на бренд Odry, на все продукты, которые у меня есть и были от этого бренда, поэтому если вам интересно посмотреть в использовании этот бронзер, то выбирайте видео Odry и посмотрите, как я его там использую. Также во многих фаворитах у меня был, в косметичках месяце, ну просто потрясный бронзер, я вот даже не помню, насколько мне его хватило, наверное, на месяцев 8, наверное, постоянного использования. То есть у меня продукты сухие, если мне хоть чуть-чуть понравился, все, я им буду пользоваться постоянно, поэтому они у меня дотираются до дыр вот таких до конца. Также закончился, ой, вот это прям супер грустно, что закончился, потому что я его хочу еще, но не знаю, где найти. На Влитуале сейчас его нету, ни большого, ни маленького формата, и для меня это грустно, потому что это самый лучший очищающий бальзам, корейский, банилококлин, зиру, мне нравится именно розовая версия. И я слышала отзывы, что он может и поры забивать, и все на свете, но у меня такого вообще не было, я наоборот в восторге, как он и самую стойкую тушь смывал. И вообще, у меня к нему не было никаких нареканий, и прям вот в сухую я его использовала, тут вот даже на один раз уже не хватит настолько сильно, я его полюбила. Его хватило надолго, на полгода точно его хватило, я им пользовалась, и не могу, я его снова хочу увидеть, надеюсь, Влитуале он скоро появится. И если он появится, я сразу же напишу об этом в Телеграм, там у меня все самые свежие новости, все тестирования, обсуждалки с вами новой косметики, поэтому обязательно подписывайтесь, я там также показываю распаковочки. Вот такой гель неожиданно для умывания, чистая линия, идеальная кожа, гель для глубокого умывания, очищает кожу, убирает проще несовершенства, здесь цинк, мята, ромашка, решение проблем без сухости кожи. Гудбай акне, называется эта умывалка, ну вот такие вот заявления в умывалке за 100 рублей, гудбай акне. Ой, я ее купила, когда мне нужно было вылетать в Питер, я обнаружила, что мне некуда, собственно, перелить мою обычную доктор Джарт умывалку, мне нужно было вот прямо сейчас купить что-то возле дома, где-то в магнит косметики, купила 100 мл умывалку, чтобы положить в ручную кладь. И в итоге я ее как бы до конца закончила, потому что я где-то еще в поездке ее кидала, чтобы удобно было брать с собой. Она окей, то есть я не могу сказать, что она что-то плохое делает, но чтобы супер хорошая, нет, она просто здорово без сухости очищает кожу. Поэтому если у вас тоже какие-то критические ситуации могут возникнуть, как у меня, когда срочно что-то надо, но ты не можешь физически никак нигде не перелить, ничего, собственно, сделать, потому что доктор Джарт, я как-то свою уже, скажите, у меня есть отдельный набор для путешествий, куда, собственно, я переливаю продукты. И я перелила один раз доктор Джарт, у меня оно в самолете все, просто все по косметичке расплылось. Я не знаю, либо это дозатор сломался, либо что, поэтому когда я полетела в Питер, я это вспомнила уже, когда собирала чемодан, чтобы утром уже улетать. И поэтому у меня не было выбора, как просто быстренько пойти и купить себе умывалку, потому что без нее, собственно, я бы уже не справилась. Поэтому чистовиня здорово выручила, здесь стоим миллилитров, в целом взять с собой, куда-то поехать, отличный вариант. Также у меня закончился потрясающий пилинг для кожи головы. Я обожаю делать что-то с кожей головы, именно какие-то манипуляции производить, убирать роговевшие клетки. И отлично справляется с этим Аравия, называется Scalp Ahapil, гель-эксфолиат мультикислоты для глубокого очищения кожи головы. Отшелушивает роговевшие клетки, вот опять же, как я и сказала, отлично справляется с этим, нормализует работу сальных желез. И опять же, когда вы используете какие-то скрабы для кожи головы, пилинги для кожи головы, маски для кожи головы, вы отлично поступаете со своей кожей головы. И плюс, это опять же позволяет меньше грязниться кожи головы, поэтому не пренебрегайте этими этапами и очищайте кожу головы. Шесть туши у меня накопилось в этих пустых баночках, это какой-то кошмар. Ой, ну про все как-то мне не хочется прям подробно рассказывать, давайте просто вот расскажу по чуть-чуть о каждой. Начнем с Sexy Eyes от Evelyn, классная, абсолютно классная туша, рекомендую на 100%, единственное, что здесь достаточно странная щетка. То есть видите, здесь есть щетинки, а ты переворачиваешь и здесь просто ровная полоска. И из-за этого туда набирается достаточно много продукта, его нужно обязательно убирать, иначе паучий взгляд вам обеспечен, потому что очень много туши можете нанести. Ну а так она создает красивый объем, привлекательный, как будто бы чуть ли не накладные ресницы. Поэтому обращайте внимание на эту тушь. Тушь, которую я купила в поездке, опять же из безвыходности, потому что я забыла взять с собой тушь. У меня вообще всегда с косметичками проблемы, я обожаю забыть положить тушь. И когда я была в Москве, забыла положить с собой тушь, и купила в Золотом Яблоке вот такую тушь Nude Mascara Harmony. Здесь, кстати, похожая щетка на ту, что мы видели только что. Real Volume, если честно, мне не прям понравилась эта тушь, она неплохая, но повторять мне ее вообще не захотелось. И просто пользовалась, потому что нечем было больше пользоваться. Также тушь от Astra Volumizing Mascara из линейки Pure Beauty, тоже такая тушь посредственная. Здесь именно ершик, и мне не нравятся такие щетки, хотя форма моя любимая, елочка. Но сама тушь такая себе, я вот за такие деньги, тем более, ее не хочу покупать, потому что тушь то ли 800 на рубли, то ли 900 стоит. Ну, за эти деньги можно купить куда лучше тушь белорусскую, либо шик, например, да, и она вас будет радовать намного больше. Также закончилась тушь Divash Impression, очень классная также объемная тушь, мне она нравилась. Здесь также удобная моя любимая щетка, вот эту тушь я уже могу рекомендовать. Она не отпечатывается и классные реснички делает объемные. Распиаренная тушь от Essence, называется iLife Extreme Crazy Volume Mascara. В самом деле, тоже неплохая тушь. У меня здесь, кстати, а здесь ее еще много, почему она у меня... Интересно. Вот прям видите, мне кажется, в микрофоне слышно, как тут еще очень много туши. Почему она у меня в пустых банках? Странно. Наверное, я ее уберу обратно. Может быть, я и подумала, что и много времени. Не знаю, ну, в общем, не понимаю, почему она у меня здесь лежит. Наверное, просто три месяца прошло, и я решила от нее избавиться. Ладно, в любом случае была адекватная, я думала, причина положить ее сюда. Она неплохая тушь. Единственное, что, опять же, нужно прям хорошенько прокрашивать, чтобы сильно не склеивала ресницы, потому что здесь действительно crazy volume. Ну и тушь-фаворит белорусский от бренда Belita Luxury тушь для ресниц королевский объем. Посоветовали вы мне ее, она мне понравилась. Я ее всю израсходовала, постоянно ей красилась. Здесь вот такая щеточка, очень удобная. И опять же, создает классный объем, разделяет и не склеивает ресницы. Буквально недавно разговаривали об умывалке Dr.Jart. И вот он, гель для умывания от бренда Dr.Jart. Здесь у меня именно нейтральный pH, он указан. Вот он, третья строчка. Есть еще точно такой же гель для умывания, но здесь нет этой третьей строчки. Обращайте обязательно внимание, когда вы выбираете умывалку Dr.Jart, потому что она действительно просто невероятная. С ней мало какие умывалки могут сравниться. Она шикарно, опять же, очищает кожу, действительно, я с ней не зарастаю прыщами, как мухомор. Это для меня очень важно. Она не сушит кожу, но выбирайте, чтобы она вам действительно кожу не сушила. pH нейтральный, вот это прям мега важно. Также закончился самый лучший крем от Acne. Называется он Acne Control 10% бензоил пироксида. Это бренд Abadji, наверное, все его так называют. Я всегда называю Zoskin Health. Поэтому это самая вообще лучшая вещь от прыщей. Она мне помогает всегда, везде и вообще, ну нет лучше для меня, если честно. Я очень рада, что для себя нашла самый лучший вариант от Acne. Здесь 60 мл, его хватает на полгода мне. Сейчас уже до, намного больше, потому что у меня кожи, видите, в каком состоянии в целом у меня вообще нет. Сейчас активных воспалений, но у меня появилась какая-то аллергия. Я не могу понять на что, потому что нового ухода у меня нет. Не знаю, видимо, это осень, и у меня что-то произошло с организмом, поэтому у меня какая-то аллергия, но я ее умело скрыла. И ее не особо, но она не яркая, то есть у меня просто есть какие-то мелкие-мелкие-мелкие-мелкие какие-то, какие-то мелкие прыщички. Ну вот как сыпь, то есть это не подкожники какие-то, а вот прям мелкие воспаления, как будто вот вылезет прыщ, но это не прыщ, потому что он проходит. Есть такое, непонятно откуда и почему. Я долго пыталась понять, но до меня в итоге и не дошло. Поэтому я думаю, ладно, пройдет само как-нибудь. Поэтому я слишком активными сейчас с компонентами в уходе не пользуюсь, и бензоилпероксидом, понятно, я тоже свою кожу не раздражаю. У меня есть еще одна упаковка, потому что без этого жить я не могу. Но опять же сейчас Азо Skin Health, Acne Control, я не пользуюсь. Каждый день, когда я вижу, что у меня что-то начинает происходить с кожей, я наношу, пару дней поиспользую, и потом снова прекращаю. То есть у меня это сейчас не в постоянном уходе, а именно такие сос-средства. Но я не представляю, что было бы, если бы у меня все равно его не было. Также закончилась вот такая классная маска от бренда ARAVIA. Называется маска Filler увлажняющая. Она отлично и глубоко увлажняет кожу. То есть после нее кожа такая напитанная, ровная, убирается шелушение, поэтому мне она также очень нравится. Особенно сейчас осенью нужно постоянно кожу увлажнять, потому что холодный ветер, холодная погода. Вы сами знаете, сухость возникает просто постоянно, поэтому увлажняющими масками запасаемся. И также запасаемся тканевыми масками. Я обожаю тканевые маски от Шик. И здесь у меня осталась коробочка от масок антиоксидантных с витамином С, неоцинамидом и гиалуроновой кислотой. Потрясно выравнивает тонкую кожу, подготавливает кожу к макияжу и увлажняет. Закончился мой самый любимый шампунь от бренда. Я всегда неправильно его произношу, всегда забываю. Альфа Паф Милана, наверное так это произносится. Напишите пожалуйста в комментариях, как правильно произносить этот бренд. Я обожаю этот шампунь. У меня был в мини-версии, потом я купила вот в такой версии и опять снова купила вот в такой версии. Сейчас им активно пользуюсь. Для меня это самый удобный шампунь. Он и увлажняет, для блондинок особенно, кстати, это очень здоровский вариант. То есть я люблю именно розовую версию, там есть разные версии для вашего типа волос. Мне нравится больше розовая и это бессульфатный шампунь. Для меня очень важен шампунь, чтобы он не раздражал кожу головы. У меня просто очень часто такое бывает с новыми шампунями. Он вообще настолько мягкий для моей кожи головы, что это просто невероятно. Также закончилась классная пенка от бренда Pussy. Называется Shower Body Farm Tobacco Pepper and Vanilla. Здесь 300 миллилитров, его хватило мне месяца на 4. То есть он прям, ну, достаточно долгого можно использовать. И здесь невероятный аромат. Табак, перец и ваниль. Ну, очень вкусно пахнет. Прям ароматерапия и отлично очищает. Здесь именно версия пенки. Тоже повторила у меня снова, он появился. Потому что аромат невероятный, круто очищает. Лето прошло, заканчиваем автозагаром. Мой самый любимый автозагар это Self Tan, именно молочко от Clorans. Можно прям руками наносить. Отлично распределяется, не оставляет разводов. И классный эффект загара. Держался он мне примерно недельку. Ну, вот опять же, это все летняя история. Сейчас лето прошло, поэтому сильной актуальности в автозагарах я не наблюдаю. Ой, потрясный скраб. Также закончился от бренда The Act. Coffee and Sugar Shimmer Body Scrub. Отличный кофейный скраб. Вот прям здорово очищает кожу, выравнивает тон. И плюс здесь есть шиммер. Но он не супер яркий. Все равно придает некоторое сияние, но не прям вот вырви глазное. И плюс выравнивает тон кожи. Закончилась вот такая увлажняющая крем-сыворотка. Флюид увлажняющий, вернее с мочевиной 5%. Боже мой, какой он классный. Он смягчает кожу, увлажняет, подготавливает к макияжу. И вообще закрывает все мои потребности жирной кожи в увлажнении. Поэтому если ищите классный увлажняющий флюид, который будет не перегружать вашу кожу, а давать именно то увлажнение, которое необходимо, выбирайте вот этот вот флюид с мочевиной от Аравия 5%. Здесь как раз таки что написано? Быстро впитывается, устраняет стянутость, снимает гиперкератоз, успокаивает кожу, увлажняет и смягчает кожу. Я согласна. Я просто его обожаю. Закончились тональные кремы от бренда Avaline. Оба тональные кремы просто потрясающие. Better than Perfect. Это действительно лучше, чем идеально. Это тональный крем с таким натуральным финишем. Стойко увлажняющая тональная основа. У меня есть отдельный обзор на эту тональную основу. Здесь 30 мл, но здесь есть спирт. Имейте это в виду. Стойкий тональный крем. Здесь есть также разделение на потоны. У меня был оттенок 03 Light Beige Warm. Но он чуть-чуть в серость отдавал. А как раз таки классное разделение прям на потоны с идеальным теплым оттенком. Есть в линейке Wonder Match Lumi. Skin Absolute Glow. Здесь SPF 20. Здесь также есть гиалуроновая кислота, неацинамид и витамин С. У меня оттенок 20 Nude Warm. Просто любимчик. Самый любимый тональный крем лета. Единственное, он чуть-чуть больше влажный, чем я люблю. Поэтому его нужно было мне припудривать. Но здесь такая классная стойкость. Он сливается. Выглядит как вторая кожа. В общем, потрясный тон. Рекомендую. Особенно, если любите такой влажный финиш. Не подчеркивает сухость. Не заметила, что кожа с ним как-то сильнее жирнится. Также закончится тональный крем от Belor Design Nude Harmony Natural Velvet Finish. Здесь уже такая... А, кстати, про степень перекрытия. Здесь средняя. Здесь легкая к среднему. И здесь, ну, чуть больше, чем средняя. Средняя с эффектом насловения, скажем так. Так, тоже классный тональный крем. Здесь натуральный, вилеветовый финиш. Очень красиво выглядит на лице. Мне отлично подходил оттенок. Это какой оттенок? 203. Вообще, люблю белорусские тональные основы. Здесь и классная стойкость. И не сидит как маска. Также от Belor Design у меня закончился классный консилер. Мне его хватило, ну, на полтора года точно. Мне кажется, нельзя было его столько использовать. Он с эффектом ретуши. И отлично скрывал синячки за счет такого света, отражения. Не перегружал кожу. Он прям ложится, как водичка. Очень натурально и стойко. Кожу не сушит. Также закончился вот такой консилер от Top Face. Sensitive Mineral. Три в одном. Тоже классный, но уже больше перекрывающий консилер. Я его и под глазки наносила. И на акне, постакне у меня этот самый темный, по-моему, оттенок. Четвертый, что ли, если мне память не изменит. Но здесь его почему-то нигде не написано. Ну, это самый темный оттенок в линейке. Таким желтоватым подтоном. Ну, я не знаю, можно у меня... Ну, тут совсем чуть-чуть можно еще наслоить. Даже нельзя. Ну, прям вот полупрозрачно сейчас ложится. Он вообще такой плотненький. Стойкий, опять же, не сушит кожу. И отлично перекрывает даже самые яркие воспаления. Также закончились пудры. Вот такая пудра сияшка от Vivienne Sabo. Называется Lumiere Magnifique. Классная светоотражающая пудра. У меня оттенок был 0,1. Хватило мне ее примерно на год. Также аналог Charlotte Tilbury. Мои любимые пудры. Также моя любимоца. От Rouge Bunny Rouge. 0,61 оттенок. Это прям пудра, затирка пор. Супер матовый эффект. Плюс отлично продлевает стойкость макияжем. Если вы любите прям эффект ретуши на лице, обращайте внимание на пудру от Rouge Bunny Rouge. Спасибо, что досмотрели мои пустые баночки до конца. Пока!